МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот и новый день настал. Здравствуй, Хакасия! Доброе утро, жители Солнечной Республики! Вместе с вами его встречаем мы, Кристина Шипилова и я, Андрей Кобзарь. Оставайтесь с нами, и тогда начало дня будет очень интересным и продуктивным. Заглянем в календарь. Уже 18 марта, четверг, то есть выходные не за горами. По традиции начнем с праздников и событий. Ровно 7 лет назад Крым вошел в состав Российской Федерации. С этих пор на полуострове произошло много изменений. Через Керчевский пролив перекинули Крымский мост, длина которого составляет 18 километров. Он-то и соединил республику с Россией. На полуострове проложили новую трассу Таврида. Она берет свое начало в Керчи, а заканчивается Севастополем, городом на противоположной стороне региона. Сейчас преодолеть этот путь на транспорте можно всего за 4,5 часа. А раньше на это уходило минимум 8. Также было создано полноценное железнодорожное сообщение и современный аэропорт. Все это облегчило путешествие по Крыму для туристов. Перейдем и к другим событиям. В 1965 году, именно в этот день, впервые в мире, Алексей Леонов вышел в открытое космическое пространство. Специально для этого был разработан скафандр «Беркут» с защитой от воздействия солнечной радиации. В космосе Алексей Леонов проводил наблюдения и эксперименты. После выполнения задач вернуться на борт корабля оказалось непросто. Из-за разности давлений скафандр раздулся и потерял свою гибкость. Леонов не мог втиснуться в люк шлюза. Запас кислорода заканчивался, когда космонавт сбросил давление в костюме до аварийного. И с большим трудом ему удалось все-таки попасть внутрь корабля. Перейдем к несерьезным праздникам. Вспоминайте свой сон, ведь сегодня день вещих сновидений. О, а мне сегодня приснилось, как я иду по комнате и спотыкаюсь об удлинитель. Из-за стола полетело вообще все, компьютер, другие приборы. И все разбилось, представляешь? Это мне что, сегодня обходить стороной все провода? Андрей, на всякий случай все-таки советую обходить. Но имей в виду, что сегодня также отмечается и день неуклюжих моментов. И поэтому тебе можно побыть немножечко неуклюжим. Кто знает, возможно, именно тебе этот твой сон и напророчил. Вот интересно, ты взяла и слепила все в один большой ком. Андрей, лепят из глины, а я все очень складно сложила. Это ты молодец, умеешь. А я предлагаю посмотреть, что же нам слепили в рубрике «Пять фактов» о еще одном материале для лепки – пластилине. Слово «пластилин» происходит от древнегреческого слова «пластос», которое переводится как «липной». По поводу личности изобретателя этого материала существует несколько мнений. И в конце 19 века немецкий ученый-фармацевт Франц Коуп запатентовал формулу пластилина. Однако через несколько лет преподаватель школы искусств в Англии Уильям Харбурт также создал подобный материал. А что он дает детям? Отвечаем. Развивается мелкая моторика рук. Улучшается воображение и образное мышление. Проявляются творческие способности, в частности, когда малыш лепит то, что сам придумал. Пластилин благотворно влияет на эмоциональное состояние ребенка. Занятия лепкой успокаивают, снимают негативные эмоции и страхи. Повышается усидчивость и аккуратность. Улучшается память, способность сопоставлять факты и образы. Ну и плюс логическое мышление. Голландский дизайнер Мартен Басс умело создает и выставляет пластилиновую мебель ему лежи в бытовой технике. Стулья, столы, вентиляторы, радиоприемники. А в 2010 году британский телеведущий Джеймс Мэй с помощью 2000 участников сделал настоящий сад с цветами, деревьями, спелой клубникой, цветной капустой в натуральную величину и состоящей исключительно из пластилина. На это ушло 6 недель и более 2 тонн материала 24 цветов. Композицию окрестили пластилиновый рай. В производстве современного пластилина используют разные химические вещества, природные жиры и красители. Создается пластичная масса, а позже при помощи пигментов ее окрашивают. Самые популярные материалы – коалин, воск, цветные красители, парафин, крахмал и скипидар. Чтобы пластилин получился пластичным, мягким, не засыхал, в него часто добавляют вазелин. При выборе материала обязательно нужно обратить внимание на его запах и внешний вид. Если он пахнет бензином или имеет другой неприятный аромат, лучше отказаться от покупки. О пластилине мы знаем мало. Сама идея создания пластилиновых фигурок быстро набрала популярность и принесла изобретателю несколько миллионов долларов. Чтобы подделки получились красивыми и реалистичными, используют особые ножи – стеки. Кстати, заставка для «Спокойной ночи, малыши» также сделана из пластилина. Известно также, что в костюме чужого присутствуют пластилиновые детали. А в Лондоне можно увидеть «Шевроле Орландо» в натуральную величину, изготовленную из полутора тонн ярко-синева пластилина. Кристина, угадай, какая самая популярная кукла в мире? Ну, тут даже и гадать нечего. Очевидно, это Барби. А почему ты ее вспомнил? Все просто. Накануне представили новую куклу Барби. Да не простую, а космическую. Потому что прообразом для нее стала российская космонавт Анна Кикина. И выпуск куклы приурочен к 60-летию со дня, когда человек совершил первый полет в космос. Да, я слышала про это. И, кстати, Анна – это единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса. В нашей космической корпорации прокомментировали это так. Сегодня Анна для многих является примером для подражания. Одновременно сильная и женственная, смелая и нежная, мудрая и с отличным чувством юмора. Яркая личность, в которой гармонично сочетаются профессионализм и душевная теплота. Кукла выпущена в двух вариантах костюмов. В синем тренировочном комбинезоне и в скафандре типа Орлан, в котором работают космонавты на МКС. Но, увы, она представлена в единственном варианте и не предназначена для продажи. Ну что ж, не купить так не купить. Тогда предлагаю перейти к другим новостям. Тем, что произошли уже в нашей республике. Смотрим. Проблемы с баллонным газом в частном секторе Абакана скоро разрешатся. Ранее баллоны некому было заправлять и доставлять. Городские власти несколько месяцев вели переговоры с различными компаниями. В итоге жителей частного сектора баллонным газом будет обеспечивать Красноярск край газ. Сейчас прорабатываются технические вопросы. Это заправка баллонов, их обмен и доставка, а также организация абонентской службы. В ближайшее время компания сообщит необходимые номера телефонов и адреса для обращений граждан. Музыкальный проект «Джаз в Хакасии» соберет лучших из лучших. 14 артистов приедут из регионов России. Музыканты уже преодолели отборочный этап масштабного творческого проекта. Это артисты из Центральной России, Северо-Западного федерального округа, Урала, Дальнего Востока и Сибири. Всероссийская школа «Фестиваль джаз в Хакасии» — это проект Муз-колледжа ХГУ. В прошлом году он получил большую финансовую поддержку из федерального бюджета. Итоговый список участников фестиваля будет известен в конце марта. В республике вновь объявлен конкурс на лучшие знания хакасского языка. Проводится он среди первоклассников, причем национальность учеников не имеет значения. Поддержать интерес к изучению второго государственного языка в республике в Миннацполитике региона предложили рублем. Призовой фонд конкурса составит полтора миллиона. Решено, что победителей будет ровно сто. Каждому из них полагается по 15 тысяч. Прием заявок и конкурсных работ запланирован на сентябрь. Конкурсные работы предполагают информацию от ребенка на хакасском языке о семье, о родине, о любимых игрушках, об увлечениях, о традициях. Но в принципе и экспертная комиссия потом каждую работу отсматривает. Совет старейшин, Лига хакасской женщины Алтанай, все активно участвуют, содействуют в проведении данного конкурса. Эх, быстрее бы уже выходные. Хочешь отдохнуть? Да нет, просто хочется уже тепло на улице. А пока что в Хакасии погода остается стабильной. Температурные значения приблизительно те же, что были накануне. Но все же, можно сказать, что слегка потеплело. Средний градус, дневные часы, минус 3, минус 5. После заката мороз незначительный, от 4 до 8 ниже нуля. Сегодня в республике малооблачно. А это значит, что солнышко начнет припекать. Ветер с юго-запада, скорость потоков не критическая. Осадки синоптиками не прогнозируются. Магнитное поле спокойное, ультрафиолет средний. Далее мы разберем погоду в каждом районе более детально. В Черногорске и Устебака небольшая вероятность туманов. На небе малая облачность. Осадков нет, дневной период минус 5, а вот в сумраке от 5 до 7 ниже нуля. Ветер юго-восточный и незначительный. В Сорске зима отступает в обеденные часы 5 с минусом, а в темноте минус 14. В городе осадков нет, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Саиногорске и Бея игра температур с днем минус 3, минус 4, а вот после полуночи те же значения. Минус 3, минус 4. Горизонт небольшой облачности, направление ветра юго-западное. Порывы присутствуют до 10 метров в секунду. В Белом Яре в дневное время 5 градусов мороза, в ночной промежуток 4 с минусом. В райцентре с утра ясно, далее малооблачно, а к концу дня набегут облака. Ветер с юга, южные. В Аскизе небольшие облака, снега нет. Что касается температуры, то здесь боевая ничья. Днем минус 4, ночью минус 4. Слабый ветер юго-западный, но с порывами. В Таштыпе та же игра. Минус 5, минус 5. Переменная облачность, но без осадков. Ветер с запада, временами, с порывами до 9 метров в секунду. В Абазе переменная облачность, а днем минус 4, в темные часы минус 6. В городе облачно, с прояснениями снега нет. В Шира, в обеденные часы 4 с минусом, в ночной период 8 мороза. Облачно с прояснениями, снегопад не прогнозируют. Ветер легкий, с небольшим усилением. В Баграде чуть проще, небеса в малой облачности, без снега. За окном минус 7, после заката минус 9. Легкий ветер. Жители Копьева почувствовали весну. Днем всего минус 7, а в ночи минус 8. Облачно, но зато без снежья. Ветер присутствует в направлении юго-запад. По характеру потоки незначительные, но с порывами до 9 метров в секунду. В Абакане игра температур, причем равная. Днем минус 5, ночью минус 5. Над столицей Гакасии лишь только редкие облака, поэтому снега ожидать не стоит. Ветер южный, потоки от 3 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление остается очень высоким при комфортной влажности. Год назад наша жизнь разделилась на до и после коронавируса. И это у нас, у обычных гражданских. Даже трудно представить, как изменилась работа у медицинских работников. А вот о том, как ковид повлиял на образовательный процесс в ВУЗе, нам сегодня расскажет проректор по учебной работе Хакасского государственного университета имени Катанова Пропой Наталья Александровна. Наталья Александровна, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, как же все-таки перестроился рабочий процесс во время пандемии? Конечно, неожиданность была, я думаю, для всей страны. Но, с другой стороны, у ВУЗа всегда было обязательство иметь очень серьезную информационную поддержку образовательного процесса. Что я под этим хочу сказать? Мы обязаны в ВУЗе разрабатывать электронные образовательные ресурсы и размещать их так, как удобно всем участникам, и преподавателям, и студентам. Как правило, в каждом ВУЗе есть какой-либо образовательный портал. Есть обязательно центр информационных технологий, который решает все инфраструктурные вопросы. Поэтому сложности были в силу того, что нужно было слишком оперативно весь учебный процесс перевести именно в эту виртуальную среду. Я бы даже сейчас не акцентировала внимание на технических вопросах. Нам их как-то удалось решить. И когда вот сейчас оглядываешься, понимаешь, что самый сложный вопрос, он был все-таки социальный, человеческий. Студенты сегодня, мне это уже совершенно понятно, они еще больше оценили значимость университетского сообщества. Значимость того, что они каждый день приходят в аудитории с совершенно уникальной средой для общения. И мы действительно, пережив ситуацию и переведя все в дистанционный режим, не перестали общаться. Но научились. Научились общаться с помощью Zoom, Skype, онлайн-университет. Научились находить друг друга в социальных сетях и образовывать сообщество. Но если вернуться всерьез и к учебному процессу, самые серьезные изменения коснулись подготовки медицинских кадров. Потому что именно на этих программах онлайн-обучение, казалось бы, недопустимо. Но оно в этот период было разрешено. Государство принимало решение, мы откликались на это. Мы перенесли летние практики, которые бы состоялись вот только в 2021 году летом для наших студентов-медиков. Мы их перенесли на осень. То есть еще осенью, в ноябре, в октябре 2020 года, вот когда самый трудный период был в республике, нам было это разрешено, и мы перестроили процесс. И это позволило нам почти 320 человек, студентов и высшего, и среднего образования, медицинского, отправить на практическую подготовку в больницы. Из них у нас ординаторов не так много. 41 человек, вот 27. Они все были трудоустроены. 27 ординаторов работали в красной зоне. Ушли на рабочие места и средний медицинский персонал. Это наши студенты колледжей. И почти 200 человек из них работали на скорой помощи и в красной зоне работали. Поэтому я сегодня понимаю, что опыт, который ребята получили, он для многих из них очень сильно изменил взгляд на будущую профессию. Вот смею надеяться, сегодня мы не видим отчислений. Мы только видим, как ребята, пережив эти трудности, продолжают трудоустроенными быть на тех местах, где их попросили остаться. А вообще при подготовке по медицинским специальностям почти нормой считается, что в период обучения они трудоустраиваются. Ну вот, пожалуй, это самый такой для нас был серьезный момент. Не потерять качество подготовки и совместить для студентов-медиков обучение вместе с такой трудовой деятельностью. Я вот знаю, что два года назад в ХГУ состоялся первый набор на военную кафедру. В этом году у них уже выпуск. Расскажите, а как пандемия отразилась на их образовательном процессе? Все-таки военная специальность это довольно серьезно. Мы действительно вначале немножко растерялись, но поскольку мы взаимодействуем с военным учебным центром на базе Хакасского технического института, филиала СФУ, то через некоторое время стало понятно, что и они нашли выход именно в дистанционной форме обучения. И я опять подчеркну, что все благополучно обошлось лишь потому, что, во-первых, там на этой кафедре у молодых людей воспитывают серьезное отношение к учебе. И в данном случае мы не потеряли тоже никого. Мы сейчас ожидаем в июле первые военные сборы пройдут наши студенты, набранные еще вот в 2019 году. Мы их, видимо, будем выпускать. Теперь мы будем сопричастны к тому празднику, который проводит военный учебный центр. Они будут принимать присягу после прохождения военных сборов. Ну и станут уже сержантами запаса. Сейчас уже идет прием. Да, сейчас мы начали ту непростую процедуру отбора. Мальчики подали свои заявления, начинают проходить медицинские комиссии. Это с 1 апреля будет для военкоматов. Сначала призыва. Начинается процедура, сначала призыва. Потом они пройдут, сдадут нормативы. Дальше пройдет обязательно серьезный отбор на самой этой кафедре. И вот потом мы к 1 сентября узнаем этих 72 счастливчиков. А вот все-таки за это время дистанционного образования, через видеоконференции, кому было тяжелее? Преподавателям или студентам? И пытались ли студенты хитрить? Да. Наверное, да. Жулики! Я бы не сказала это так, но просто студент, он же более адаптивен. Все-таки преподаватель, он более академически настроен серьезно. И, ну в чем студенту было трудно? Представьте, что каждый преподаватель, полностью отрабатывая свой предмет, тем более через электронную среду выкладывает материал на полный объем занятий, с полным объемом заданий. А вот студенту-то это приходится принять в исполнение. И тут нельзя увильнуть и сказать, что я с половины пары уйду. Уже никуда не уйдешь. Поэтому, ну, честно говоря, видно было, что многим студентам, особенно кто нацелен на серьезное обучение, им было просто тяжело. Тяжело встраиваться и выполнять весь объем. Консультирование, вот когда оно вживую проходит в аудитории, это оперативно. Это быстро сняло вопросы и движешься дальше. А вот студенты отмечали, что им как раз мешала вот эта отсроченность взаимодействия. Вопросы возникли, пока ты их задашь, пока ответ получишь. Но вот, тем не менее, видите, вот всякий опыт, мне кажется, он очень полезен. И для системы образования это не стало таким, что ли, уж очень тяжелым опытом. Да, тут вы правы. И очень приятно осознавать, что в этой совсем неположительной ситуации вы нашли положительные стороны образования. Ну, я думаю, что это во всех вузах сегодня переосмысление происходит. И меня только радует, что не возникает такой, знаете, вот генеральной линии, что ли, что в вузе нужно перейти на онлайн-обучение в большом объеме. Вот как-то все-таки, думаю, мы найдем то равновесие, тот баланс, который будет. И помогать студенту. Полагаю, что это очень даже неплохо, что есть онлайн-поддержка. Да, но не отразится на качестве. Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам. Рассказали столько интересного и полезного, самое главное. Желаю вам успехов в образовательном процессе в вашем вузе, в вашей военной кафедре и с добрым утром. Спасибо. И вам удачи. Спасибо. А на очередь у нас астрологический прогноз. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возрасте прислушайтесь. Скорпионы. Не ввязывайтесь в конфликты на улице и не посещайте массовые мероприятия. Посвятите этот день отдыху. Стрельцы. В отношениях вас сегодня ждет откровенность и теплота. Не исключена приятная встреча со старыми знакомыми. Козероги. Сегодня вы познакомитесь с людьми, которые могут сыграть в вашей жизни как положительную, так и отрицательную роль. Водолеи. Отдых в компании друзей – это именно то, что вам сегодня нужно. Можете никуда не спешить. Вы все успеете. Рыбы. Судьба посылает вам очередное испытание на прочность характера. Сохраните трезвый ум. Это поможет одолеть невзгоды. Есть всего два вида людей – с майонезом и со сметанкой. Это ты о чем сейчас? Я о борще. Между прочим, этот кулинарный шедевр вошел в рейтинг лучших супов мира по версии CNN Travel. Журналисты телеканала отмечают, что борщ – это не простой свекольный суп, а целый кулинарный пласт. К примеру, на Украине существует даже индекс борща. А что касается национальной принадлежности этого блюда, то многие народы до сих пор не могут договориться, чей же борщ. Но мы не будем об этом спорить, ведь борщ – родное блюдо для всех нас. Согласен, лучше давай посмотрим, как его вкусно приготовить. В этом нам поможет Юлия Константинова. Ранее ее позвала в гости украинская диаспора, живущая в Хакайсе, и там показали правильную технологию. Полный выпуск об этом вы сможете посмотреть на нашем сайте в чудесном авторском проекте «Земляки». Но давайте все же вернемся к борщу. Все внимание на экран. Зеленые ежи, то зеленые, хорошие гости у меня. Борщ – это Украина. И никак не иначе. Другого борща не бывает. Все борщи бывают только украинские. Их разнообразие очень большое. И один и тот же борщ хозяйки могут совершенно по-другому сказать. Главное, чтобы был наваристым, ароматным и очень сытным. Я вам хочу сказать, получается далеко не всегда. Сегодня я приготовлю украинский борщ, который называется борщ донецкий с фасолью. Она придает ему особую сытность и является источником белка наряду с мясом. Кстати, о мясе. Настоящий украинский борщ варится на свиной лопатке, грудинке, шейке или ребрах. Бульон должен быть крепким, поэтому готовить его нужно на медленном огне не меньше трех, а то и четырех часов. Чистим картошечку, как мама учила. Надо чистить очень тоненько, потому что у нас в Донецке картошка растет очень плохо. Очень маленькая. И поэтому картофель привозной. А вы из Донецка? Я горловчанка. Родилась я в Горловке Донецкой области. Мама и папа работали на машиностроительном заводе имени Сергея Яковлевича Кирова. В 1975 году я закончила техникум в советской торговле и приехала по направлению сюда, в Черногорск. Там у меня осталась вся семья моя, как бы три брата с семьями. Опять же, тоска по малой родине, поэтому украинские блюда, особенно борщ, дома на столе довольно часто. Бульон должен быть уже посоленый, кипящий. Посолен потому, что, особенно зимой, единственный источник витамина С – это в достаточном количестве картофель. И поэтому, чтобы не разрушался витамин, мы будем его ложить в кипящий посоленный бульон. Картофель желательно нарезать кубиками, положить в кипящий бульон. Картошка, конечно, всегда вкуснее разваристая. Но для того, чтобы она не сильно разваривалась, я, собственно говоря, замещаю половину капусты свежей на квашеную. Примерно 300 граммов квашеной капусты на 5-литровую кастрюлю. Теперь готовим пассеровку. Нарезать полукольцами репчатый лучок, надеть морковь и всё на сковородку. Туда же свежие помидоры. У нас ещё отваривают иногда помидоры отдельно. Потом просто протирают их через дуршлаг. Ну, я решила сделать вот так. Они сейчас дадут сок. Так, добавляем в посёлочку томат. А для цвета обязательно надо добавить томатик. Обжариваем. Добавляем свеклу. Свеклу можно предварительно отварить. Чтобы придать борщу неповторимый цвет, тушить овощ нужно с кислотой. Тогда гарантирован насыщенный красный. В конце приготовления этого борща, так меня учила мама, её маму учила её мама, моя бабуня. И это надо сделать потолочь сало с сырым луком. У нас на Украине на рынках продают такую посуду всякую разную, деревянную. Вот такие вот ложки, вот такие ступочки всякие разные. И вот эта ступочка привезена с горловки в 75-м году для этих целей. Я отправляю сало в ступочку. И будем сейчас толочь. Пестиком. Вместо лука можно использовать чеснок. Если, конечно, любите. Для аромата. Отправляем в борщ наш фасоль. Затем очередь свежей капусты. Чтобы была с хрустинкой, положить её в кастрюлю минут за 10 до конца варки. Мы берём нашу заправочку. Растолчённое сало с луком. И кладём в наш борщичок. Чтобы был определённый украинский вкус. И пожирнее, конечно. Пока наш борщ кипит, нарежьте зелень. Кладём зелень нарезанную. Лук, петрушечку, укропчик. В завершении нашего борща. Ему осталось кипеть 5 минут. И будет борщик готовый. На всё про всё при подготовленном бульоне ушло примерно полтора часа. Плюс два, а то и три, чтобы борщ мог настояться. Только тогда блюдо можно подавать на стол. Я вам хочу сегодня подарить рецепт донецкого борща с фасолью, но ещё изюминка здесь с бычками. Пожалуйста, я вам дарю. Вы приготовите и нас позовёте на дегустацию. Спасибо, надо обязательно попробовать приготовить. Как и ещё десятки вкуснейших украинских блюд, которые, надеемся, мы ещё попробуем в рамках рубрики «Успеваем». Неожиданный патруль и личный досмотр в экологическом парке в Мексике. Там задержали нарушителей? Нет, там один наглый молодой медведь решил показать свою власть. Повезло, что Мишка не агрессивный, а просто лез пообниматься. Но, видимо, люди ничего не нарушали. Именно поэтому патрульный косолапый пошёл дальше по маршруту. А мы двигаемся дальше. И впереди у нас что? Наша любимая рубрика «По приколу». Спартак, ты что, голодный? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Ай, да? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok